Задача номер 3. В приведенной схеме электроемкость конденсатора С1 равна некоторому значению С0. Емкость конденсатора С2 вдвое больше, а емкость конденсатора С3 в четверо больше и так далее. Найдите общую емкость участка цепи. Итак, как нам записать дано? В общем-то, нам дана электроемкость первого конденсатора. И известно, что электроемкость каждого последующего конденсатора вдвое больше. Математически мы можем записать это следующим образом. С с индексом n плюс 1 равно 2 в степени n умножить на С0, где n это целые числа от 0 до 4 включительно. Теперь посмотрите. Если мы подставим в нашу формулу вместо n 0, то получим, что емкость первого конденсатора равна С0, как и сказано в задаче. Если подставим вместо n 1, то получим, что емкость второго конденсатора равна 2 умножить на С0, то есть вдвое больше емкости первого конденсатора и так далее. Требуется найти емкость всего участка. Ее мы обозначим за С. Числовых данных в этой задаче нет, поэтому, конечно, ничего в Си переводить не надо, и мы сразу можем приступить к решению. На схеме мы видим смешанные соединения конденсаторов, поэтому нам нужно вспомнить правила как последовательного, так и параллельного соединения. В первую очередь рассмотрим участок с конденсаторами С2 и С3, которые подключены последовательно. Соответственно, чтобы найти электроемкость этого участка, мы воспользуемся правилами последовательного соединения. Проводя несложные математические преобразования, получим выражение для общей электроемкости данного участка. Теперь, используя нашу формулу для емкости каждого конденсатора, преобразуем выражение для электроемкости С2 и С3. Упростив выражение, получим, что С2 и С3 равно 4 третьих С0. Еще раз обратите внимание, что данное выражение следует воспринимать как известную величину, поскольку С0 это исходное данное, просто оно в буквенном виде. Итак, теперь участок с конденсаторами С2 и С3 мы можем заменить на участок с конденсатором эквивалентной емкости С2 и С3. Из получившейся схемы видно, что конденсаторы С2 и С4 и С5 подключены параллельно. Для нахождения их общей электроемкости применяем правило параллельного соединения. Вновь используем формулу из исходных данных, чтобы выразить емкости С4 и С5 через емкость С0. Приведя полученное выражение к общему знаменателю, получим 76 третьих умножить на С0. Итак, теперь весь участок с конденсаторами С2,3, С4 и С5 мы можем заменить на один конденсатор с емкостью С2,3,4,5. Таким образом, наша схема преобразовалась в простейшую схему двух последовательно соединенных конденсаторов. Чтобы вычислить общую электроемкость, мы вновь используем правило последовательного соединения. Проводя несложные математические преобразования, выведем расчетную формулу для общей электроемкости. Теперь в эту формулу вместо С1 подставляем С0, а вместо С2,3,4,5 выражение, найденное нами ранее. Приводим подобные слагаемые в знаменателе и сокращаем С0. Используя правило деления дробей, получим окончательный ответ. 76,79 умножить на С0. В задачах, где нет числовых данных, ответ выражается через буквенные величины, которые известны по условию задачи. Поэтому так и запишем в ответ. 76,79 умножить на С0.